Музей Сталины Музей Сталины У нас информации о наших экспонатах совсем нет практически, она очень минимальная. И сейчас я проведу небольшую экскурсию по нашему музею. Экспонаты представлены в нашем небольшом музее практически все XVIII века. Здесь есть различные вещи старины, быта, начиная от чугунков и утюгов и заканчивая плугом. Вот здесь у нас находится вот такой столик. Здесь у нас представлена корыта и тяпка. Деревянный корыца. Современный человек вряд ли бы объяснил значение таких слов, как колган, колода, каюк или бодиа. Но упрекать его в невежестве не стоит, ибо эти термины сегодня уже вышли из потребления. Однако еще сто лет назад любой житель села мог ответить, что все это название одной и той же вещи – корыта. Правда, у него были десятки предназначений. Цивилизация пришла к славянским племенам уже практически после принятия христианства, но их быт и ранее был налажен. Приготовление пищи, стирка, хранение припасов – для всего этого требовалось емкости. Глиняные сосуды были дорогие и непрочные, поэтому мастера выдалбливали ствол сосны или березы, делая в нем углубление. На обратной стороне получившейся емкости часто оставалась кора дерева. Отсюда и пошло название корыта. Деревянная корыта в быту у славян имела массу утилитарных свойств. Лучковая пила – это инструмент для поперечного пиления древесины. Эту операцию может делать один человек и довольно продуктивно. Такое название гаджет получил от похожести на лук, не репчатый, а стреляющий стрелами. Современные лучковые пилы вообще сильно похожи на древнее оружие. Натяжка пильного полотна принципиально похожа на натяжку тетивы лука. Она так и называется – тетевой. Дедовские лучковые пилы, естественно, были из дерева. Основание имело форму буквы «Н». В нижней части вертикальных стоек крепилось пильное полотно, а вверху соединялось с плетенной веревкой, которую можно было скручивать косичкой при помощи деревянной палочки, вставленной посередине тетивы. Нам также подарили экспонаты для музея. Вот такие часы, бритва, книга Российской Федерации Ульяновской области «Письма с фронта». Здесь у нас представлена наша папочка. В ней мы собираем материал о нашем музее, о наших экспонатах. Папочка постоянно пополняется. Все, где на Руси были печки, были и хлебные лопаты. Такое приспособление было даже у Бабы Яги. Правда, обычные люди, в отличие от сказочной колдуни, использовали лопатку для того, чтобы печь свежий, вкусный и ароматный хлеб. Штука эта весьма удобная, при том, что делать ее было легко. Когда эти лопаты появились на Руси, никто толком не знает, но они встречались где-то до середины советской эпохи. Такую лопату обычно делали из целого куска дерева. Лучше всего из осины, липы или ольхи. Толщина кряжа должна быть хотя бы 25 сантиметров. Правда, ствол еще должен был быть без единого сучка. А найти такой было не так-то просто, но если постараться, то можно было и обнаружить. В нашем музее представлена прялка ручная и деревянная. Прялка деревянная – обязательный предмет крестьянского быта. Точную дату появления прялок на Руси назвать невозможно. Древнерусская прялка – простое устройство. Она состоит из подставки донца, где сидит пряха, из стояка, на котором скрепляется кудель, подготовленная шерсть, скатанная в валик. Самые древние прялки вырубались с пня с корнем. Это был цельный кусок дерева. Позже прялки стали разборными. Их части сделали из разных пород дерева. Донца вырезали из липы или осины. Стояк – из ясеня или клёна. В зависимости от региона, стояк мог быть в форме лопасти или гребня. Главное орудие для пряжи – веретено. Делали из березы. Это небольшая круглая палочка, заострённая с двух концов и утолщённая к низу. К вертину прикреплялся глиняный грузик в виде кольца. Пряслица – это глубокая древность. Прялка – спутница женщины на протяжении всей жизни. Если в литературе или фольклоре требовалось показать трудолюбивую хозяйку, чаще всего она изображалась именно за прялкой. Дубовый бочонок. Существует несколько вариантов происхождения дубового бочонка. Первая версия, по мнению историков, говорит о том, что дубовые бочки придумал и изобрёл один из философов Древней Греции, спев Сип Афинский, приблизительно в IV веке до н.э. Также существует мнение, что деревянная бочка была изобретена ещё во II или III веке до н.э. в Древнем Риме. В то время она была достаточно востребованным изделием, так как бочка являлась универсальным хранилищем. Она выдерживает большие нагрузки, чего нельзя сказать о керамических тарах. До окончания XIX века бандарное дело было очень ценно. Бочары, которые производили бочки, находились в почёте у народа. Колодки для валенок. Сегодня довольно модным стало ручное изготовление валеных изделий, в том числе и обуви. Если кратко, из шерсти получается здоровенный носок, который одевается для сушки и придания формы на обувную колодку. Колодка состоит из носка, передней и задней части голенища и клина. Скобель – старинные орудия плотников в виде прямого или изогнутого ножа, с рукоятями на концах, предназначенные для сдирания коры с брёвен и их первичного обстругивания. А также основная снасть для строганий вручную и клёпок при изготовлении бандарной посуды. Скобель используется для зачистки брёвен, при рубке срубов. После зачистки древесина становится светлой, без следов коры. Стены дома из сруба, обработанные под скобель, не требуют дополнительной обшивки и отделки и привлекают естественной красотой дерева. Тюрик для ниток. Одним из основных видов старинных русских женских ремёсел было придение и ткачество. До изобретения механических ткацких станков производство ткани было кустарным. Ткали на ручных ткацких станках обычно женщины. Потом нити сматывали на тюрик. Так называется деревянная катушка. Снаряд, употребляемый ткачами для развивки пряжи. Приспособление для наматывания пряжи, представляющее собой полый внутри деревянный цилиндр с отверстиями для оси, вокруг которой он вращается. Рубанок старинный. Рубанок больше, чем просто незатейливый столярный инструмент, состоящий из резца, колодки и зажимного клина. У него богатейшая история, уходящая корнями в древность. Считается, что первый железный рубанок был найден при раскопках Помпеи и относится к первому веку нашей эры. Однако развитие рубанка началось в позднее средневековье, в 15-16 веках. Доподлинно известно, что наибольшее распространение рубанки получили именно в 18 столетии. Началось массовое производство мебели, обустройство жилья и, следовательно, для всего этого требовался особый, более тонкий инструмент. Так рубанки вошли в широкий обиход. Тележное колесо. Телега-подвода. Простая крестьянская или ямская повозка разного вида с оглоплями. Процесс изготовления деревянных колес состоит из следующих операций. Подготовки заготовок, их обработки, сборки и оковки колеса. Заготовкой для колеса, как правило, служил взрослый за 70 лет. Плотный клён. Дерево валили, затем нарезали на чербаки длиной от 30 см до 2 м. В таком виде заготовкам давали просохнуть. После кололи топором на косяки или разрезали двуручной пилой. Распаренные заготовки для деревянных колеса сгибали на круги. Делали это следующим образом. Один конец заготовки закрепляли вместе железной шиной. Выемки между кругом и упором на свободный конец. Двое рабочих нажимают силой руками. Когда закрепленный конец несколько согнется, свободный конец закрепляли тросом или цепью, соединяли с жердью и продолжали гнуть. Конец ободной заготовки окончательно сгибали при помощи ручного ворота. По окончании гнуть обода деревянного колеса, концы обода связывали проволокой или, как раньше, лыком. И оставляли обод вместе с шиной на круге примерно 30 минут для остывания. Обод сгибали чаще всего в одну сторону, в сторону сердцевины. Значительно реже в сторону с заболони. Обод прострагивали рубанком с четырех сторон для придания ему гладкости и правильной формы поперечного сечения. На вогнутой стороне просверливали ручным коловоротом гнезда, концы запаха обрезали. Соха – пахотное орудие типа рала у славян с широкой рабочей частью, рассохой, из дерева, оснащенной двумя железными сошниками и железной лопаткой – палицей, и соединенной в верхней части с оглоблями, в которых запрягали лошадь. Характерной чертой всех видов в сох было отсутствие полоза, подошвы, а также высокое расположение центра тяжести, прикрепление тяговой силы, то есть лошадь тянула саху за оглобли, прикрепленные в верхней части орудия, а не в нижней. Такое расположение тяговой силы заставляло саху вспарывать землю, не углубляясь в нее. Она как бы черкала, по выражению крестьян, верхний слой почвы, то входя в землю, то выскакивая из нее, перепрыгивая через корни, пни и камни. Сани-волокуши. Само слово «сани» появилось в русском языке, а оттуда уже перекочевало в латышский, венгерский, румынский. Самой распространенной считалась версия происхождения саней от слова «сань», что означало «змея». С этим присмыкающимся сравнивали след от полозьев. Сани были усовершенствованы версией волокуши – конструкции из двух жердей, соединенных между собой. Задние концы волочились по земле, а к передним привязывалось животное – собака, лошадь, бык, олень. Такое средство передвижения использовали не только в северных широтах. На Руси сани считались даже более престижным средством передвижения, чем колесные повозки. Конструкция саней с годами улучшилась. Из перекрещенных жердей сани превратились в ладью с загнутыми полозями. В них обычно запрягали одну лошадь, верхом на которой ехал кучер. По саням можно было определить степень знатности их владельца. Богаче всего, конечно, украшали царские. Плетень. Плетень – плетеный изгородь из прутев, ветвей и строительный материал аналогичной конструкции. Плетень можно выполнить как горизонтально, так и вертикально. В первом случае ветви переплетаются через битые в землю столбы. Плетень делался из гибких податливых прутев и вовой лозы. Лозу собирали, связывали в пучки, обрабатывали и плели различные вещи для обихода от плетня до корзин. Называлось это ремесло лозоплетением. Чеп. Молотила. Цап. Цеп. Ручное сельскохозяйственное орудие для обмолота отделения зерна от колосев. Обычно состоит из двух подвижно связанных концами палок. Более длинная до 2 метров рукоятка и более короткая до 80 сантиметров рабочая часть, ударяющая по злакам. Рукоятка называлась держалом. Держалкою, кацией, цеповищем, цепняком. А связь между рукояткой и рабочей частью, приузом, привузой, привзой, приуздой, гужиком, изготавливалась из сарамятной кожи. Рабочая часть, палка, ударяющая по злакам, имела название баёк, белень, бич, битчик, приузень, киок, баток, навязень, висяга, молотила, молотильник, типок, типинка, колыбель, люлька, зыбка, подвесная или напольная качающаяся кроватка для маленького ребёнка. Слово колыбель происходит от древнерусского глагола колыбать, что означало качать, укачивать. Младенцев зыбки зачастую брали в поле или в лес на время работы родителей, подвешивали на треноге или на дереве. Младенцев зыбки зачастую брали в поле или лес на время работы родителей, подвешивали на треноге в южных регионах и на дереве в северных лесистых местностях. Бытовало выражение «детей на березе растить», что означало подвешивать зыбки на березах, когда родители заняты работой. Тяпки, сечки в основном применялись для рубки капусты. Первыми заготавливать капусту научились древние славяне. С 27 сентября воздвижение начинали рубить капусту. На воздвижение у доброго молодца капуста у крыльца, гласит народная пословица. С этого времени начинались капустники. Капустные вечеринки, которые длились две недели. В эти дни собирались родственники, которые очищали капусту от испорченных листьев, мыли, парили, деревянные катки. Для рубки капусты в каждом доме была особая деревянная корыта и специальная сечка. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Вот и закончилась наша небольшая экскурсия в музей старинной имени Александра Александровича Корчагина. Открытие музея в нашем микрорайоне – это большое событие. Это еще раз подтверждает, что не хлебом единым мы живы, что духовные ценности выше других ценностей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова